МАРКЕТИНГ В АВТОМОБИЛЬНОМ БИЗНЕСЕ Есть такое мнение, что малокреативное. Во-первых, вообще автомобильный рынок он таков, что штаб-квартиры в каких-то там своих странах, откуда они родом придумывают маркетинговые компании, спускают их абсолютно едиными для всего мира. Вот есть такое мнение. И местные маркетинговые директора только адаптируют материалы, их там размещают, и вообще руки связаны. Но Хонда вроде такая, она посвободнее в этом плане. Вот мы сегодня попытаемся понять, что же делать. В чем заключается свобода? Да, да. Вот. Ну, действительно, есть. На самом деле ситуация, которая существует в автомобильном маркетинге, она не просто так сформировалась такой, потому что, в принципе, очень важно предложить рынку бренд, предложить рынку доверия. И поэтому важно иметь некое последовательное развитие этого бренда. Поэтому, конечно, все упираются в качество. Чтобы предложить, чтобы показать продукт лицом, нужно вложиться очень серьезно в качество представления. То есть маркетинг сводится к разработке самого продукта как такового? То есть если у тебя хороший автомобиль, то там и маркетинг не нужен, да? Типа так, что ли? Ну, отчасти. Потому что уровень вовлечения клиента, оно очень высокое. Поэтому, конечно, основное – это продукт. То есть если мы предлагаем хороший продукт, то, скорее всего, его примут. При условии факторов, связанных с дилерами, с сервисом и все прочее. То, как правило, если цена нормальная, продукт хороший, то не нужен сильный маркетинг с точки зрения продвижения. Просто нужен хороший продукт, нужно объяснить людям, что это хороший продукт, и все. Но мне кажется, что в определенных категориях, к которым точно у марка бренда Honda относится, все-таки некий стандарт качества, высокого качества – это некое обязательное условие вообще функционирования данной категории. Знаете, Михаил, ведь правда, сейчас плохих автомобилей практически уже нет. В каждой ценовой категории, в каждой вот этой микрониши все автомобили примерно одинакового качества. Ну, за исключением, наверное, какого-нибудь, может быть, совсем такого лоупрайс-сегмента, где действительно нужно еще доказывать, что ты, в общем, несмотря на небольшие деньги сравнительно, предоставляешь неплохой качестве. Нет, 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 мы говорим про другое. Все автомобили стоимостью миллион примерно одинаково, все автомобили стоимостью 2 миллиона примерно одинаково, в отличие от, так сказать, ну, не так значительные, как… А вот в имидже, в маркетинге, в брендинге, вот там да. Уже идет какая-то точка различий. Да, мы, на самом деле, действительно, хороших продуктов, вот таких прям, чтобы сразу вот представили продукты, он сразу принимался потребителем, их единицы, а в основном все как бы сконцентрированы на каком-то таком среднем уровне, ну, или высоком среднем уровне, который сейчас уже очень высокий, потому что, ну, очень сложно найти компанию, которая не делает там качественные автомобили. Очень сложно найти компанию, которая не делает там технологичные автомобили или какие-то. Вопрос, как мы это доносим, как мы общаемся с потребителями, это совершенно верно, и это особенно важно, да, и маркетинг особенно важен, когда есть некие проблемы и есть нюансы, да, есть, ну, средний уровень конкурентоспособности продукта, поэтому, конечно, необходимо как-то более усиливать, выделять какие-то преимущества в этом продукте. Ну, давайте об этом и поговорим. И какие же у вас в этом плане, так сказать, инструменты? Ну, у нас есть разный опыт, у нас есть опыт, как таких представлений очень мощных, таких конкурентных продуктов, и есть, ну, есть продукты, которые достаточно средние. Например, в 2008 году, я думаю, большинство, в 2006, 2007, 2008 году, большинство помнят, когда была ситуация немножко другая, связанная с рынком, опять же, с макроэкономикой тоже очень связанной, потому что автомобильный рынок, он очень ресурсный, ресурсоемкий, и он завязан на массу факторов, связанных с глобальной экономикой, в первую очередь, это курсы различных валют, которые участвуют в продукте. Вот на тот момент была очень благоприятная ситуация для японских компаний, и компания Honda, как компания очень передовая с точки зрения и разработок инженерных, она предложила рынку очень конкурентную линейку продуктов, которые вот сейчас уже ездят там везде, по Москве их постоянно можно встретить. Это «Сивики», которых очень было много. Да, в свое время это был такой целый прорыв. Это «Сиарви», это «Аккорды». Вот это можно было увидеть. Это было преимущество, связанное действительно с какой-то макроэкономической ситуацией, и молодцы, что им правильно воспользовались, супер. А сейчас? Ну, та ситуация, которая она была, она не была исключительно для Honda. В той ситуации были все практически. Да, японские, например, компании, когда иена была дешевая, тогда были в этой ситуации все. Ну, слава богу, что инженеры, и как-то так совпало, что этим воспользовались, и мы получили очень конкурентные продукты, и максимально быстро, быстро нарастили свою рыночную нишу. Сейчас ситуация, она немножко другая, и после кризиса она очень серьезно поменялась. Ситуация, которая вызвала очень серьезное перестроение в бизнесе, перестроение в нашем бизнесе непосредственно. Ситуация, которая возникла после кризиса. После кризиса, если вы помните, все, в первую очередь, японская иена, она очень подорожала. После кризиса тот же доллар сразу укрепился, и все производители испытали очень серьезное потрясение, перестроили свои подходы, в том числе и мы. Но мы испытали еще большее состояние такого некого шока, потому что были проблемы, связанные с тем, что у нас мы быстро росли. А те, кто быстро растет, тот и быстрее всех может упасть. Риски большие. Потому что автомобильный бизнес – это риски постоянные. Потому что есть очень большой объем, как это называется, именно инвентари. То есть это тот объем, который мы морозим денег, мы инвестируем. Ну да, завод, конвейер, разработка моделей, через несколько лет только она выйдет на рынок, а тут бац, все изменилось. Да, но мы еще завязаны над тем, что у нас есть цепочка поставки, и, соответственно, то, что мы сейчас планируем, это, скорее всего, появится уже в следующем году, по большому счету. Или через 2-3 года. К маркетингу есть. Короче, к маркетингу переходим. Это тоже маркетинг продуктовый, просто с продуктами плюс-минус понятно. Хотелось бы какую-нибудь именно прикладную информацию. Так вот, с точки зрения перехода, если тогда мы активно продвигали бренд, развивали осведомленность, увеличивали, ведь бренд – это штука такая, это не только осведомленность, но все знают, что есть Хонда. Но это еще доверие, в первую очередь, это доверие. С точки зрения долгосрочных каких-то вопросов, это восприятие некой ценности самого бренда, что это что-то новое. Мне кажется, японские автомобили, они традиционно обладают неким запасным ресурсом доверия у российских потребителей. Поэтому у вас в этом смысле тоже положение довольно выгодное. Вам не нужно дополнительно этот фичерс, эту характеристику продвигать. Это никогда не лишнее, тем более на сегодняшний день люди очень продвинутые. Людям недостаточно потребителям рассказать, ну вот вам замечательный автомобиль. Они посмотрят, почитают, поговорят, поездят. Несколько раз у нас, например, традиционная тема, что у нас, ну это во всех автосалонах на сегодняшний день, вот на данный момент, ситуация выглядит так, что клиент, он не приходит, говорит, ну все, давайте, я беру ваш автомобиль. Он приходит, он смотрит, он тысячу раз еще посмотрит на конкурентов, проедет тест-драйв и потом придет опять и говорит, ну да, я понял, что это действительно хорошо. Потому что я проверю. Правильно я понимаю, что ваш маркетинг должен быть перенесен в места продаж? Как это вот, ну есть какой-то необходимый фонд? Еще до нашего маркетинга мы не дошли. Смотрите, у нас же время-то идет. Да, да, время. А что мы рассказали? Это пока еще ничего. Пока ничего не рассказали. Соответственно, наша задача, да, на сегодняшний день, в чем заключается? На сегодняшний день мы, с точки зрения нашего бренда, мы хотим, чтобы автомобили Honda были представлены на российском рынке, как автомобили, безусловно, надежные, безопасные, да, это не такая базовая характеристика. Мы хотим, чтобы они воспринимались как автомобили практичные, удобные для жизни. Но помимо этого мы хотим добавить нечто другое, что не свойственно традиционным брендам. Это эмоциональность. Эмоции – это то, что в целом отличает Honda от других брендов. То есть сочетание надежности, безопасности, да, таких традиционных вещей, практичности – это экономичность, удобство в использовании, там, объем багажника и все прочее, пространство внутри, эргономика. И третья составляющая – это эмоции, то есть это дизайн, это удовольствие от управления автомобилем. Вот эти вещи мы хотим донести до нашего потребителя. Смотрите, соглашусь, соглашусь. Они есть везде. Да, это правда, это хорошие ценности. Нет, это правда хорошие ценности, да. И хорошо, что их вот, если удастся их сочетать. Теперь тогда вопрос – как? Вот это принципиальный вопрос, да. То есть в нашем деле больше надо озадачиваться вопросом не что делать, а как это делать. Безусловно, это важно. И здесь, наверное, в нашей стратегии, так как мы компания, которая у нас не самые высокие объемы на российском рынке, у нас, например, мы держим долю рынка, это 1%, но наша доля, например, в пиар-пространстве – это 3,5%. То есть мы держим… Вы начинаете наращивать паблик релэйшнс. Да, паблик релэйшнс в области пиара. Мы традиционно очень сильны с точки зрения пиара, да. У нас доля, например, ну, как я сказал, 3,5%. При этом эта доля образуется не просто так вот, из-за того, что мы публикуем какие-то новости, связанные там. Да, что вы делаете для журналистов, чтобы они в таком количестве вас освещали? Ну, это очень большой комплекс мероприятий, которые… Потому что нельзя заставить журналиста что-то о тебе писать, да. Нужно формировать этот новостной поток. Я знаю, что надо делать. Смотрите, журналистов автомобильных СМИ, их на просто так не возьмешь. Для них автомобили – это вот они каждый день едят с маслом на завтрак, там, да, ничего удивительного нет. Но журналистам обычных СМИ надо подарить по Хонде Цивику. И они будут писать всегда счастливо. Ну, это тоже такой селективный тест-драйв, да, у журналистов тоже вполне себе здорово. Не, ну вопрос, смотрите, Михаил, вопрос законный. Это наш ресурс, на самом деле. А как сделать-то? Что их надо там возить на тест-драйв? Ну, смотрите, для автомобильных журналистов для них ничего этого удивительного нет. Они как на работу, они с этими тест-драйвами уже там сегодня в Испании, завтра в Португалии, послезавтра там в Марокко. Вот так уже, не хотят. Вот сколько у меня с ними общения, они говорят, слушайте, да не могу я уже больше. Что тогда надо делать? Тогда с обычными журналистами работать, с обычными СМИ, что надо делать? Или необычно с автомобильными. Да, или необычно с автомобильными. Безусловно, человек, который просто автомобильных СМИ из-за интернета становится очень много, и наш приоритет – это интернет. Мы хотим быть достаточно сильными в пространстве, которое вот завоевывают сейчас потребители. Это интернет, и там мы считаем, что там наш потребитель. Он человек, который все-таки продвинут, который достаточно осведомлен о том, какие есть технологии. И мы считаем, что это один из каналов, которые нам нужно потребить. Тогда опять же вопрос. Вот у нас, кстати, в одной из передач был товарищ из Гювач Данмес из Самсунга. И он рассказывал, вот как они раздают… У них какая-то есть мобайл-группа молодых людей, которым подростков, что ли. Они им раздают мобильный телефон, они там создают какой-то контент, камеры, там все такое. Они создают свой собственный контент, который они же и шерят потом в интернете, распространяют. Присутствуют в интернете, да. Опять же вопрос, как? Завести какую страничку «я и моя Хонда», вот она растет, я ее там глажу, кормлю. Как? Дадим Михаилу слово. Здесь, что касается интернета, то, безусловно, мы должны инвестировать в интернет, да. То есть мы, с точки зрения рекламы, мы активно продвигаем наши продукты в интернете. То есть реклама традиционная. Если я хоть раз забил в Яндексе или в Гугле автомобиль, то мне теперь будет преследовать автомобиль Хонда, ну, как минимум, там, полгода, да? И вы за это там, за SEO-оптимизацию или как это называется? Если вы забьете просто автомобиль, может быть и нет, потому что это очень дорого, да, допустим, для нас, потому что это дорогое слово. Но если это будет там внедорожники, то есть наша компетенция, где мы видим нашу компетенцию, то там, да, мы считаем, что там есть область, которую нам нужно развивать. Потому что, безусловно, с точки зрения рынка мы хотим делать акцент на тех моделях, которые растут, которые интересны нашим потребителям. Да, но, тем не менее, довольно стандартные вещи, которые в интернете, так скажем, являются обязательными, да. Хотелось бы поговорить о каких-то конкретно ваших наработках и любопытных каких-то инновациях. И мы сейчас обязательно все-таки вас попытаемся заставить об этом поговорить. Но после небольшой рекламной паузы. Буквально на одну секундочку прервемся. Рекламная пауза. Здравствуйте. В эфире снова программа продвижения рекламы. Ее ведущие Татьяна Тармогина и Василий Богданов. Да, снова здравствуйте, друзья. Напоминаю, что у нас в гостях Михаил Плотников, директор по маркетингу компании Honda Motor Rus. Еще раз привет, Михаил. И мы говорим о том, что в общем в автомобильном бизнесе все маркетинговые ходы примерно одинаковые, продукты примерно одинаковые. Но вот надо же как-то отличиться, да. И вот начали говорить про то, как отличиться в интернете. Прежде чем отличаться, вот как мне кажется, да, прежде чем отличаться там чем-то уникальным, нужно развить то, что традиционное. Наверное, да. Да, совершенно логично. Поэтому мы с точки зрения эффективности, да, мы нацелены на то, чтобы развивать наш, например, наш сайт, сделать из него ресурс, который реально помогает клиенту определиться с выбором и понять, что действительно автомобиль Honda и конкретный автомобиль, он тот автомобиль, который ему нужен. А замечает ли это, что сайт автомобильной компании должен из сайта, на котором есть модели и, допустим, технические данные и калькулятор, как сложить опции и получить автомобиль, должен превратиться в некий, ну не знаю, контент-портал, да, где есть какие-то блоги, есть какие-то путешествия на автомобилях, какое-то видео, так сказать, интеграции, там, не знаю, еще что-то. Это возможность аренды автомобиля Honda. Да. Но вообще больше, чем просто информационный ресурс, точнее, продуктовый ресурс. Это совершенно правильно, как нам кажется, да, та ситуация, которая сейчас есть. Извините, Михаил, еще перебью. Вот меня, например, раздражают своей однообразностью сайты всех автомобильных компаний, когда вот там только модели, только технические характеристики и только калькуляторы. Да, но дело в том, что ты не задавай, Вася, о том, что полно в интернете ресурсов, которые являются некоммерческими, небрендированными, где есть все то, о чем ты говоришь. И туда идут гораздо охотнее. Но почему автомобильные бренды-то не пользуются тем, что туда люди идут охотнее? Они же могут собрать их к себе, это же очевидно. Скорее, Ричард пойдет об интеграции в те ресурсы, чем о создании подобного портала, при этом коммерческого. Потому что на коммерческие порталы подобные специфики пойдут менее охотно, чем на некоммерческие порталы. Да, здесь совершенно правильно. То есть есть некое недоверие к тому ресурсу, безусловно, который ресурс, который продает, он должен продавать. Поэтому клиент, который заходит, он, конечно, будет ощущать, что да, это все равно люди, которые сформировали его, им нужно продавать. Но, тем не менее, на нашем сайте, например, как нам кажется, наша задача осветить максимально разнообразную сторону продукта, чтобы дать клиенту максимальную информацию для принятия решений. Потому что вы пишете статьи, или вы даете возможность пользователям писать, и их модерируете. Да, давайте я расскажу. Или разыгрываете билеты на какой-нибудь автомотор-шоу. Бывает. Или проводите свои собственные составляющие. Первая, одна из важных составляющих, которую мы на данный момент развиваем, это некая интеграция социальных ресурсов в наш сайт. Клиент может поделиться тем, что ему нравится, там, в Фейсбуке, ВКонтакте, что ему нравится этот сайт. Плюс мы постоянно ведем тот же некую сводную по тем статьям, которые публикуются по нашим продуктам. У нас есть раздел отзывы. При этом это не исключает того некого нашего требования к сайту, что сайт должен быть удобным, эргономичным. Это понятно. И он должен способствовать продаже самой. Он должен быть удобным ресурсом для продажи. То есть клиент, который заходит на наш сайт, ему должно быть удобно посмотреть не только цену, но посчитать, допустим, сколько будет стоить кредит на этот автомобиль уже в сайте. Посчитать, сколько будет страховка. Сформировать там, посмотреть какие-то... Я тоже скажу, что это базовые вещи. Они есть, я думаю, у всех производителей, потому что они определяют какие-то основные вещи, без которых вообще невозможно оперировать, да, ни в фигменте, ни в бизнесе. А вот вы упомянули в первой части программы очень любопытную вещь, тот акцент, который вы хотите делать в своем маркетинге и выстраивать коммуникацию. Это эмоции, эмоциональная составляющая. Это любопытно. Потому что это уже более такая интересная часть маркетинга и продвижения. Вот в этом отношении что вы делаете? Ну, эмоциональность, она менее какая-то структурированная, подвержена какой-то... В этом есть сложность. Соответственно, в этой связи мы, допустим, в России, мы образовали некую студию, то есть специально у нас есть команда, которая занимается тем, что занимается подготовкой производства, то есть материала для наших автомобилей, так как мы, к сожалению... Я не совсем понял, что какого материала? Материала... Нет, нет, нет. То есть автомобиль, безусловно, который мы формируем, мы общаемся очень плотно с производителем и доносим до него наши требования. Например, если мы строим автомобиль, вот Аккорд, клиент Аккорда, очень эмоциональный человек, ему нужен автомобиль, который, безусловно, дарит удовольствие. То есть он не просто автомобиль, он практичный, который реально едет, ему приятно от того, как он едет. Вот этот автомобиль мы постарались сделать таким очень плотно в кооперации с разработчиками, которые приезжали сюда, которые... То есть у вас студия дизайна или что? Нет, это вопрос продукта, да, вы спросили насчет продукта, это вопрос продукта. Вопрос того, как мы это доносим, потому что проблема в том, что, допустим, одни и те же продукты на разных рынках представлены по-разному, но бренд Хонда в России, это бренд более эмоциональный, чем, например, та же Хонда в Америке, например. В России это более эмоциональный бренд. Соответственно, для того, чтобы донести эмоции, нам в России необходимо подойти по-другому к тому, как выглядит этот автомобиль, как его снять, преподнести. Я думаю, что эмоциональные его характеристики в большинстве своем доносятся посредством самого же продукта, то есть за счет дизайна, за счет, не знаю, каких-то палитр цветов или каких-то дополнительных технологичных вещей, которые как-то подчеркивают эмоциональную составляющую вождения. И да, и нет. Ну, безусловно, да. То есть если нет в продукте эмоций, то очень сложно их кому-то рассказать, потому что их нет. Вот, безусловно, нужен эмоциональный заряд в продукте, но плюс, так как этот автомобиль, он очень специфично сделан для нашего рынка, нам необходимо это донести. Вот для этого мы отдельно у нас снимаем этот автомобиль, делаем съемку и видео, и фотосъемку, и автомобиль выглядит... А куда вы его помещаете? Окружаете там обнаженными девушками, так сказать, или среди медведей белых? Вот что вы с ним делаете, чтобы придать ему эту эмоциональность в условиях специфичного русского потребителя, российского? Здесь очень важно... Вы, наверное, смотрели на автомобиль, да? Вы видели автомобиль, как можно по-разному посмотреть на автомобиль, правильно? То есть с одной стороны автомобиль может быть очень таким достаточно скучным, с какого-то ракурса он будет более эмоциональным, правильно? И если снять его динамично, он будет более динамичным. То есть это более эмоциональная подача автомобиля, то есть некая подача более... То есть я понял, одно из ваших решений, это вот вы не удовлетворены тем визуальным рядом вокруг автомобиля, самого автомобиля, вокруг него, который представляет штаб-квартира, и создали собственный дизайн фотографов или видеорежиссеров, которые снимают его в особых ситуациях, ракурсах и прочее. Ну, это естественно, это достаточно традиционная тема, но без которой нельзя продвигать автомобили. Нет, я соглашусь, это важно. То есть, если ты поместишь автомобиль, допустим, на побережье, это одна история, там возле дома, там с семейными ценностями собак и семьей, другая, там в экстремальной какой-то в горах, третья, понимаю, да? Но так как мы, в первую очередь, автомобильная компания, то есть, ну, мы компания, занимающая очень многими продуктами, начиная там от робота Асима, заканчивая самолетами, но ключевые компетенции – это автомобиль, мотоцикл, силовая техника, ну, если мы делаем автомобили, а Хонда – это инженерная компания, то мы ориентируемся на то, мы не будем продавать женщину рядом с автомобилем, мы будем продавать этот автомобиль, но это будет подано эмоционально. Какие ходы вы нашли, какие решения вы нашли, чтобы вот эту эмоциональность… Вот в чем конкретно, то есть, с чем, как вы его связали, куда вы его поставили, там, поместили в ванну шампанским, там, поместили его рядом с шалет, так сказать, и там, говорит, костер. Вот что вы нашли, что вы эмоционально сподрали? Нет, на самом деле, я считаю, что эмоциональные, визуальные какие-то решения – это все равно некий носитель, да? А дальше что с ним делать? Где вы это… Нет, нет, ну, это уже, на самом деле, много, потому что если ты миллион раз повторишь автомобиль в кругу там семьи, то его и будут воспринимать как автомобиль для семьи. А если там молодой человек… Да, но где ты показываешь это? Ну да, и где показываешь? Где ты это показываешь? Мне вот что интересует. Понятно, что вы делаете контекстно рынку и определенным эмоциональным там составляющим соответствующее визуальное представление автомобиля. Это очевидно. Где дальше вы это показываете, чтобы потребитель это считал, поверил и принял? Ну, здесь вопрос индивидуальный, да? То есть у нас есть ряд продуктов, которые ориентированы на разную аудиторию. Есть… Ну, вы знаете наш модельный ряд, скорее всего, и продукты у нас совершенно разные. Ну, какой-нибудь пример. Есть продукты ориентированы на молодых менеджеров, успешных, там, не знаю, допустим. Аккорд кто? Да, у нас есть продукт, который ориентирован на средних менеджеров, например, Аккорд. Допустим, да. То в этом случае одна из целей компании, да, рекламной, это донести это. В первую очередь, это, конечно, то, как мы автомобиль этот сделали. Потом это то, как мы его продвигаем. То есть как это креативно выполнено. То есть с точки зрения креатива, это… Смотрите, не все видели. Расскажите, как это выполнено. Это надо показывать. Ну, например, грубо говоря, вот стоит человек, да, он должен ощущать, что этот автомобиль дерзкий, он молодой, он яркий. Как с помощью маркетинговых решений это принести? Он что, должен его схватить? Там, вот, герой вашего ролика? Ну, это ролик. То есть мы говорим все-таки о ролике. Или аутбуре, да? Это по-разному. То есть мы, как правило, мы берем микс какой-то. То есть мы не говорим, что вот у нас есть вот этот менеджер, мы там только в офисных зданиях, да, повесим рекламу. Потому что, ну, нам, скорее всего, не хватит охвата для этого, да. Для того, чтобы эффективная компания была, скорее всего, нужен хороший… Хороший охват. Ну, вот хороший охват обеспечивается за счет чего? За счет, ну, в первую очередь, конечно, это охватные ресурсы, это телевизор и наружка. То есть мы говорим все-таки о, то есть без ролика и без аутдора продвигать автомобиль невозможно. Мы, конечно, можем, если у нас сокращенный бюджет, скорее всего, будем таргетироваться. Очень жестко таргетироваться на этих молодых менеджеров. Но у нас нет гарантии, то, что вот только молодые менеджеры у нас придут и купят этот автомобиль. Поэтому мы, конечно, расширяем аудиторию. И здесь принципиально важно достаточно эффективно представить этот автомобиль, чтобы он появился на дорогах. И те люди, которые мы хотим, они поехали. Поэтому в первую стадию компании… Да, его надо раздать как в пользовании. Возможно, его надо раздать. Если есть деньги… А кому? Каким людям? Его, конечно, хорошо бы раздать. Но денег, скорее всего, таких нет. Правильно? То есть, как правило, производителями и нами в частности используются инструменты, что мы, допустим, в рамках трех месяцев… Сейчас, извините, а что, кстати, заключаете контракт с какими-то звездами? Там из спорта, там эстрады, там, не знаю, там телевидение. И они там, значит, в рамках контракта каждую ночь ездят, или там как по пятницам и субботам, от клуба к клубу подъезжают на шикарные, там разрисованные, там, модели какой-то, да? Там тут же все фотографируют, там. Ну, почему нет? Нет, это совершенно… Это совершенно естественно, и мы такой подход использовали. Например, когда мы продвигали джаз, который вот, ну, обновленный джаз, это автомобиль, который очень интересен для молодых девушек. Так. То мы этот автомобиль достаточно эффективно представили, и, ну, понятное дело, когда вот такой маленький автомобиль, на него и маленький бюджет. Ну, не всегда так, но у нас так. Вот. Мы этот автомобиль представили именно с точки зрения того, что он интересен для молодых женщин, и он был представлен как автомобиль, стоящий там возле какого-то торгового центра, и там девушка выходит и смотрит, ему, ей очень нравится этот автомобиль. При этом в телевизионном ролике мы демонстрировали не только, как ей он нравится, а то, как он ей с точки зрения удобен и эффективен, и как ей будет хорошо в этом автомобиле. Это один из вариантов. Но вот то, что я не договорил, очень важно в автомобильном рынке, в автомобильном бизнесе, это даже не то, какая у тебя компания. Это то, это зависит от этого. Но здесь важны составляющие и цены, важны и дилеры. Очень много факторов влияет, и как автомобиль будет представлен в дилерской сети. Та же презентация для те же BTL-активности, которые нужно делать. К сожалению, Михаил, наша беседа только доказала, что автомобильный рынок очень сложный. Да, мы можем очень долго разговаривать, с примером так и не подождать. Для дискуссии, для обсуждения, и действительно, наверное, требует такой ситуационного и длительного подхода и рассмотрения. Большое вам спасибо, что пришли к нам на передачу. У нас в гостях был Михаил Плотников, а в эфире программа «Продвижение рекламы» и ведущий Татьяна Тармогина и Василий Богданов. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова